Доброе утро, дорогие друзья! Итак, новая недельная глава Лех-Леха. Вообще, пишут мудрецы, что когда идут на земле главы Авраама, про рассказывающие Ноаха, то это печальные главы и печаль на земле. С Лех-Леха написано все поворачивается, становится значительно лучше, и мы надеемся, что это так и будет в этом году. Что мы учим в первых двух главах? Вот мы проскочили в создание мира, все уже так за секунду, раз и уже Авраам сейчас начинается. Если мы учили, если Бог источник мироздания, то его Тора это нравственный закон для всего человечества. Начинать надо с этого. То, что мы читаем в начале пяти книжек, это ключ понимания гармонии всего мира, а не просто рассказ там о чем-то. Построение души, написали мудрецы. Построение души важнее построения общества. Это можно доказать. В мире, где существует убийство, если никто не захочет убивать, не будет ничего работать. Если топор, мудрецы написали, не получит от дерева топорище, чего переживать? Это то, что мы прошли в начале. Мы с вами выяснили в первых двух главах, что тело создано позже, чем душа. В смысле, раньше, чем душа, простите. Сначала создал тело и вдохнул в него. Бог создал тело и засунул в него душу. Поэтому все, что создано позже, более совершенно, то есть душу надо слушать. Душа это и есть человек. Возьмите пиджак. Пиджак вместе с нами одень, сгибает палец, руку, все. Но это же не человек. Он просто надет на человека. Дальше мы выучили с вами быстро за две недели, что человеческие пороки очень быстро превращаются в нормы. А там уже далеко, совсем недалеко до обязательности. Посмотрите, что делается сейчас. По крайней мере, делалось. И поэтому нам рассказывают, что мы это учим, чтобы учить пути совершенствования человека. Написано, что все, что происходит в духовных мирах. Если война, это в духовных мирах. Сейчас война на мире. Сейчас война в мире, и все это в духовных мирах. Поэтому задача, когда кто-то говорит, что я там пойду туда, пойду, сделаю это. Правильно делай, но пойми правильно, главное в духовных мирах. Изменить ситуацию надо в духовном мире. То есть человек, который сегодня выучит один урок, один псалом прочтет, что-то сделает в духовном мире. Он делает больше, может быть, иногда, чем даже солдаты. Да, так как это ни странно. Еще мы выучили одну вещь для Ноя. Но научил нас, что строить новый мир, особенно после потопа, холокоста или там других катастроф, можно только в радости. Нельзя вот это вот всегда ходить с хмурой рожей, думать, что ты победишь. Так не бывает. И не зря нам рассказано, говорят, вино насадил Ноах. Да, некоторые его критикуют, некоторые говорят обратное. Вино — это высший свет, свет мудрости, веселящий человека. Поэтому, выпивая вино, что мы говорим, лыхаем за жизнь. Чтобы приходящий к нам свет являлся во имя духовной жизни. Сейчас некоторые люди уезжают от войны, некоторые остаются. Одни говорят правильно одно, второе другое. Но это немножко не так. Одним надо уехать, потому что они чувствуют, что и так будет спокойнее, лучше. Потому что человек в панике, он не помощник. Другие, наоборот, должны оставаться. Смотрите, каждый напишется, что пылью ляжется, и каждый окажется на том месте, где он был. Потому что Бог управляет этим миром. И надо понимать, что наши решения, они должны быть основаны именно на этом. Не забывайте, что мы с вами сыны Авраама, а не Ноаха. Надо быть всегда оптимистичным, независимо от того, что ты слышишь. И особенно, когда идет вопрос веры. Поэтому, когда спрашивают, что сейчас делать, как делать, улыбайся. Попробуйте хоть выдавить из себя улыбку и распространить ее в мир. Улыбка написана. Любая улыбка поднимает настроение лучше, чем там, не знаю что. Согревает сердце лучше. Даже водка на морозе не так согревает. Есть известная поговорка. Улыбка не стоит денег, но ценится на вес золотом. Ведь те, кто помогает сейчас словами, душевным светом, возвышает ближнего, да успокаивает, дает ему чем-то поддерживает его. То есть человек сразу вносит в этот мир какую-то духовность. Нередко бывает, что человек идет в мрачном расположении духа. Шагает какой-то знакомый, хвалит, какой-то комплимент сделал. Просто успокоил, позвонил. И человек до этого был сломленным, печально, вдруг преображается и становится радостным. Вот наша работа сегодня. Вообще, обратите внимание, Тора нам все рассказала. Большинство заповедей Торы радовать людей. Это сказал Веленский Гаун. Написано, что начало Торы благотворительности. Он одевает, Бог одел человека этого бедного. И в конце благотворительность Бог похоронил Авраама. Саба из Кёльна говорил, если какая-то книга начинается с определенной темы, ей заканчивается. Значит, эта тема центральная. То есть центральная тема Торы какая? Радоваться. Радоваться. И когда нам кажется, что радоваться нечему, что все вокруг ужасно. Это не так. Это мы так сделали мир. Мы испортили немножко мир Бога. Но мы же поможем его поправить. Барахава от Слаха. Хорошей мирной недели. И что мы правильно, каждый из нас хоть, ну, грамулечку внес в эту победу. Барахава от Слаха.